всем привет 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 продолжаем изучать эликсир и сегодня мы разберем протоколы но прежде чем мы приступим к протоколам я хотел бы вам показать некоторые фишки как вы можете пользоваться структурой как наверное уже многие отметили страт вот эта структура это по сути дело не что иное как класс вот императивный классический класс но у которого существует только поля то есть методов нет и да вы будете по сути дела правы а раз это некоторые у нас получается класс то когда мы создаем объект то есть инстанста какой-то мышь вот допустим у нас был бы класс юзер и мы могли бы обращаться вот таким образом ней через точку и писали бы просто доступ полю и вот точно таким же образом да мы можем пользоваться мы можем пользоваться я вот здесь уже немного практиковался так что давайте давайте еще раз вот 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 у нас страд я рассматриваю тот страд на который мы рассматривали прошлый раз вот у него есть есть какая структура и мы можем вот так вот прямо через точку обращаться к нужным нам полям естественно мы получим ошибку если такого поля нет причем если вы захотите вот таким вот образом обратиться то вы получите ошибку то есть хоть страдки очень сильно напоминает мапу но все же у него есть некоторые отличия так вот таким вот образом вы можете обратиться к мапе я тут писал вот мап и вот таким вот образом вы можете обратиться к мапе более того более того поскольку ключам 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 более того ключам которые являются атомами вы также можете обращаться через точку только которые атомы то есть то есть вы не можете обращаться вот допустим вот так вот но вы можете обращаться вот к единичке вот например вот таким образом могли бы обратиться то есть это стандартно как вы будете обращаться к мапе если такого ключа не существует то у нас вернется нил поэтому различайте если вы уверены что в вашей мапе ключ такой существует и если еще этот ключ является атомом то может через нижнее подчеркивание ой через точку обращаться но если вы не уверены что 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 существует и даже если это атом то нужно нужно обращаться через квадратные скобочки тогда у вас всегда будет возвращаться нил но лучше все таки использовать для мап вот эти квадратные скобочки а для стракта ну у вас выбора нет вы обращаетесь только через точку то есть стр name окей здесь разобрались теперь теперь мы перейдем к нашей теме а именно стракты ой а именно протоколы так я вам предлагаю разобрать классический maybe то есть тем кто не знаком вкратце вкратце это такой тип который может быть то есть значение которого могут быть либо none либо just и какое-то значение здесь может быть все что угодно может быть строка может быть может быть лист может быть мапа то есть maybe это скажем абстракция с помощью которой вы можете скажем так увернуться от проблемы от проблемы от проблемы от проблемы классической проблемы null в импоративных языках то есть вы null по сути дела прячете за конструктор none то есть вот это вот из каскеля я взял none just то есть еще раз maybe это такой тип в котором есть два конструктора это none и just то есть инстансы могут быть либо none вот конкретные инстансы типа могут быть либо none либо типа just и just это он себя принимает конкретное значение вот конструктор just принимать какое-то конкретное значение например 10 теперь 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 я вот его реализовал вот таким вот не самым лучшим способом но 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 реализовал специально таким образом чтобы показать некоторые вещи и реализовать два протокола здесь я уже один зарисовку сделал небольшую и чуть позже мы разберем еще функтор то есть классический функтор как это можно было бы сделать значит так протоколы что такое протоколы тот кто знает клажуру это протоколы те же самые для хаскелистов это у нас тайп-классы для императивщиков протоколы это интерфейсы то есть это некое поведение которое мы добавляем к некоторой структуре в данном случае я хочу добавить следующее поведение такое поведение которое нам говорит валит ли данная структура если мы хотим реализовать протокол создать мы вот пишем такое вот слово DevProtocol это опять же макрос DevProtocol название протокола и потом пишем функцию которую нам нужно реализовать то есть все как у интерфейсов теперь дальше пишем DevImpel то есть мы реализуем наш протокол потом пишем для чего мы его реализуем пишем полное имя полное имя вот этой нашей нашего стракта мы здесь будем работать с страктом do and и реализуем метод валит метод валит ну а здесь я вам предлагаю просто просто в лоб решить то есть просто просто в лоб это все дело распарсить 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 на входящие параметры поскольку none у нас и jazz могут быть в двух вариантах то есть none у нас либо false либо true а jazz либо какое-то значение либо nil да знаю что jazz по идее может быть nil то есть значит скажем так содержать само значение nil и это будет корректно но я такой случай не рассматриваю я скажем так я здесь концентрируюсь на том что такое вообще протоколы и как их можно реализовать поэтому поэтому опустим там этот маленький недочет значит смотрите у нас что возможно четыре варианта первый вариант напоминаю что maybe он может быть находиться в одном из двух состояний либо в нане либо джаз сейчас если у нас null ой вот если none то соответственно вот этого значения у нана у нас будет true а вот здесь nil и наоборот если мы подразумеваем что у нас значение just то есть здесь какое-то будет значение то нан мы подразумеваем что false так если оба nila и оба false то грубо говоря такой структуры вообще у нас быть не может в принципе может но мы считаем что не может false пишем отвечаем теперь если если вот здесь true то то мы возвращаем здесь true я здесь сделаю пометку что это у нас нам конструктор нам не что иное как конструктор нам дальше 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 если это false а это just то есть любое какое-то значение то это этим мы подразумеваем что это у нас структура валидна и это у нас just just какое-то значение x это какое-то значение и четвертый вариант это у нас true а это just так 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 что-то мне тут не нравится нет все хорошо и это файлс и это файлс и это файлс сохраняем сохраняем то есть вот таким образом мы взяли и зашифровали наш maybe и таким образом мы проверяем на валидной структуры теперь давайте реализуем еще один протокол называется он функтор def ой def протокол def протокол функтор то есть самый классический функтор у любого функтора есть функция map которую нужно реализовать то есть map у нас принимает что саму функцию ой структуру и функцию которую мы применяем к нашей структуре для того чтобы лучше понять что такое фунтер я вас призываю вот посмотрите вам вот данную статью забейте ее в фунтеры аппликативные фунтеры и и и и и на хабре у нее весьма солидный показатель там за 100 за 100 где концовка вот отличный рейтинг как вы видите то есть почитайте вот эти вот фунтеры монады это весьма стандартные вещи которые вы будете встречать встречать во многих языках отнюдь не только в хаскеле да и в целом подход который вот данные абстракции предлагают он вы можете реализовать его в других языках если захотите так вот фунтер это в сути вот следующее он берет какую-то структуру вот допустим на листе и применяет к ней какую-то функцию например вот такую то есть это по сути дела вот я нам map то есть map это классический map вот что такое фунтер то есть когда мы говорим например что какая-то структура это фунтер мы подразумеваем что у нее есть функция map то есть функция отображения то есть функция преобразования каждого элемента с сохранением структуры ключевой момент с сохранением структуры то есть мы преобразуем каждый элемент с сохранением структуры вот что мы имеем в виду когда говорим что что-то есть фунтур это что-то реализует функцию map с сохранением структуры ок и это мы то и пытаемся сделать смотрим смотрим, смотрим, смотрим значит так если наша дата через condition мы сделаем через condition если у нашей даты вот то, что мы выучили сейчас, мы можем обращаться через точки, к полям если он none то есть в данном случае будет true то что получится то мы пытаемся то мы пытаемся применить мы просто возвращаем нашу структуру мы просто возвращаем нашу структуру потому что нам мы никак не можем преобразовать да нам и не нужно его преобразовать то есть мы пускаем дальше none дальше если data just то есть напоминаю напоминаю, напоминаю что любая структура подразумевается что это true то то что нам нужно сделать нам нужно мы работаем в эликсире поэтому нам нужно вернуть новую структуру то есть мы пишем maybe и заполняем just just мы применяем здесь function применяем function то есть используем функцию скажем так высшего порядка в данном случае ой какой здесь не просто just а data just вот вот-вот-вот и теперь ой-ой-ой я все ой как я неправильно сделал ой я как неправильно все сделал мне же сперва нужно объявить dev-протокол что-то я вам запутался dev сперва я должен я сразу реализацию зачем-то написал значит мне нужно сперва объявить так data data function 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 а затем написать реализацию dev imple funter for pot maybe и реализовать эту функцию вот теперь все правильно что-то я отвлекся отвлекся сразу начал писать реализацию неправильно сперва мы объявляем а потом реализуем окей и давайте 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 вот во всех других случаях типа терминале только здесь у нас будет true мы будем возвращать none true none true окей и поехали поехали все это дело тестировать под под x вот здесь множество всяких модулей и так 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 сперва нам нужно завести структуру типа maybe давайте допустим допустим may назовем may пишем под maybe и давайте давайте для начала что у нас вообще что-то есть мы пишем just just и допустим 22 и что я опять тут неправильно сделал зачем-то я дважды maybe написал вот вот что мы имеем ввиду то есть maybe то есть у нас в данном случае это 22 то есть у нас may вот может таким образом думать may у нас may вот это переменная may типа maybe которая в данный момент содержит некоторое число 22 используя конструктор just теперь мы хотим проверить на валидность валидность поэтому мы используем модуль вот протокол valid мы используем модуль наш pad потому что мы работаем в пате потом берем вот наш valid и пишем нашу функцию valid и пытаемся проверить наш mail и как мы видим данная конструкция у нас валидна дальше теперь теперь попробуем отобразить отобразить то есть воспользоваться нашим функтором то есть то же самое пишем pad functor 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 map здесь мы пишем сперва мы пишем нашу структуру а затем мы пишем функцию функцию какую функцию давайте напишем давайте сокращенный вариант здесь будем использовать допустим давайте возьмем квадрат и что мы мы 22 квадрата сколько это будет я даже не знаю 484 то есть что мы сделали мы отобразили какую-то новую структуру по сути дела да то есть мы изменили конкретное значение но сохранили структуру а теперь давайте 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 сделаем may may только теперь под maybe мы сделаем none и и и поставим флаг true то есть мы подразумеваем что сейчас у нас перемена типа maybe но значение у нее то есть она использует конструктор none то есть у нее мы как будто говорим что значения нет так теперь давайте давайте тестировать сперва валидно валидно теперь если мы пытаемся данной структуре применить функцию но мы не можем применить им поэтому вернем ту же самую структуру вот наша none просто просто easy 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 peasy lemon squeezy да и так 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 что 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 вот а давайте сейчас на на некорректность на некорректность давайте про на некорректность допустим мы заведем май допустим bad май bad май bad май и под maybe и вот такого вот такого и проверим наш под валид валид bad май false как мы ожидали увидеть false то есть мы реализовали два интерфейса два интерфейса они не совсем корректно работают это правда но я хотел лишь вам показать саму идею что вы к структуре к структуре в любой структуре можете добавить некоторое поведение которое вы желаете то есть то есть по сути дела вы скажем так через тракт создаете некий объект а через протоколы вы описываете некие методы которые вы добавляете к вашему объекту а теперь идите и практикуйтесь изучать эликсир оптим т т т уже Продолжение следует...